Божаю здоровья, шановные украинцы и украинцы. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Прежде всего я хочу отметить наши боевые бригады, всех воинов, которые сражаются на наиболее горячих направлениях фронта. Спасибо всем воинам, которые своими штурмами и своей стойкостью, героической стойкостью, доказывают на деле, что Украина способна противостоять российскому давлению, способна уничтожать оккупантов, способна победить. 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады, 79-я бригада ДШВ. Спасибо, ребята, за Авдеевку и Марьинку. 14-я, 32-я и 57-я отдельная мотопехотная бригада. Спасибо за защиту Купенского направления. 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада. И 93-я отдельная механизированная бригада. Спасибо вам, воины, за бахмутское направление, за продвижение вперед. 33-я отдельная механизированная бригада. Спасибо за вашу силу в боях на юге Украины. Сегодня провел важные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Проинформировал его о ситуации на передовой, о наших действиях, наших возможностях. Я благодарен за помощь, за системы ПВО, за снаряды для наших воинов, за средства, помогающие нам держать безопасность восточной части Черного моря. Наши договоренности с Марком, о которых мы говорили в ходе встречи в Одессе, выполняются. Очень важно также и то, что Нидерланды стали первым государством вне Большой Семерки, с которым мы начали двустороннюю работу по гарантиям безопасности. Обсудили с господином премьер-министром и результаты встречи советников по формуле мира на Мальте. Встретился с делегацией Конгресса США, три конгрессмена, которые находятся с визитом в Украине. Важный визит солидарности. Я благодарен всем в Конгрессе, в обеих партиях, кто помогает защищать свободу. Президенту Байдену, его команде и каждому американцу, кто чувствует, что свобода в мире может выстоять только тогда, когда Америка сильна и когда у врагов свободного мира нет сомнения в американском лидерстве. Я проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой, об успешном применении американских атакамсов, недавно переданных нашим силам обороны. Конечно, мы обсудили и вопросы продления военной и бюджетной поддержки. Провел сегодня несколько важных совещаний по поводу наших дальнейших международных шагов. Итоговое совещание по поводу встречи советников на Мальте и последующих планов относительно формулы мира. Совещание по ожидаемой оценке от Еврокомиссии относительно нашего прогресса в европейской интеграции. А также совещание относительно нашей стратегии по сохранению внимания мира к Украине, поддержанию того единства, которое помогает нам защищаться и обеспечивать системное ослабление государства-агрессора. Мы должны трезво оценивать российскую систему. Они мобилизовали все силы, чтобы попытаться не потерять захваченное в Украине. Но свою территорию загрязнили таким уровнем ненависти и деградации, что уже второй раз за этот год в России теряется контроль над событиями. То мятежники идут на Москву, и никто их не останавливает. То улетучивается вертикаль власти в Дагестане, и происходит настоящий погром. Это все сигналы того, что Россия пока, пока может выдерживать боевые действия и иногда увеличивать давление на фронте, но не способна выдержать это противостояние стратегически. Стратегически мы все должны быть крепкими, должны быть едиными, делать возможное и невозможное, чтобы выстоять и вернуть свое, и доказать, что свобода точно сильнее, чем ненависть и агрессия. Для этого нужно наше с вами единство. Единство всей Европы. Единство Америки. Единство всего свободного мира. Единство — это наиболее эффективное, точное и дальнобойное оружие. Я благодарю всех, кто помогает. Спасибо каждому и каждой, кто сражается и работает ради Украины. Слава Украине!